Меня зовут Любовь. Мне на сегодняшний день 20 лет. Я являюсь учителем английского языка и также я являюсь служителем, служу подросткам. Сегодня грехи молодеют. Я посмотрела статистику. В среднем подростки, верующие, неверующие, впервые пробуют запрещенные вещества в 12 лет. В среднем они начинают посещать запрещенные сайты для взрослых в 11. Взрослые совершают насилие над детьми. Сегодня мы будем говорить о том, как менять ситуацию в этом мире, как повлиять на это, как не допустить. Я бы хотела в самом начале пригласить некоторых детей, которые уже в своем юном возрасте являются примерами для своего поколения. Мирослава, сейчас ты на интервью. Задаем тебе несколько важных вопросов. Первый вопрос. Сколько вам лет? Мне 7 лет. Второй вопрос. Мирослава, ты ходишь в школу? Нет еще, но пойду в первый класс. И ты уже так много знаешь о Боге? Узнаю все больше, но мне нравится узнавать. Хорошо. А ты молишься? Да, у нас есть детское служение по вечерам, и я там молюсь. Хорошо. А тебе это нравится или мы тебя заставляем подключаться? Может, ты бы хотела не молиться? Нет, мне этого нравится. Давид, вопрос. Сколько вам лет? 11. Сколько вы в церкви? 11 лет. За что ты молишься? Расскажи. Расскажи всю правду, чтобы все знали, потому что если вы подключитесь когда-то на наши молитвы, иногда у вас будет аж сердце разрываться, за что молятся дети. Вот прям все расскажи. Я молюсь за родителей, чтобы они пришли в церковь и чтобы они не болели. Это были честные ответы. Я понимаю то, что благодаря вот таким детям ситуация в их школе, ситуация там, где они находятся, она будет меняться. Даже ситуация в их доме. И когда они молятся, они действительно очень этого хотят. Я спрашиваю, почему? Потому что Бог сможет изменить ситуацию в моем доме. Бог сможет помирить моих родителей. У многих детей, которым мы служим, родители в разводе. И это тяжело. Это тяжело им переживать. Поэтому знайте то, что ваши дети, они искренне за вас молятся. Они искренне молятся за бабушек, за дедушек. Я на служении нахожусь третий год. И я вообще поступила так удачно с возможностью преподавания. Я могу ближе быть к подросткам не только верующим, но и неверующим. Я нахожусь в школе и сталкиваюсь с разными подростками, с разными проблемами. Но я вот понимаю, что это просто было принятое решение служить детям. И я нахожусь в церкви с детства. Но, говорю вам правду, я не была святым ребенком. Возможно, когда мне было лет семь или восемь, у меня была искренняя любовь к Богу. Но потом меня очень-очень сильно тянуло в этот мир. И уже в десять лет я начала посещать запрещенные сайты для взрослых. Я начинала погружаться в этот мир. И у меня вот это мне было намного-намного интереснее. Я продолжала приходить в церковь, но я была закрыта максимально от своих родителей. Была максимально закрыта от своего наставника. Но, но, аллилуйя, поднимала руки, делала, что я такая святая. Как только все, евангелизация закончилась, сразу там домой что-то какими-то своими делами заниматься, заходить на запрещенные сайты. Понимаете, мне было десять лет. Часто мы думаем то, что о наших детях позаботятся в школе, их научат, там профессора. Нет. Все зависит от того, что внутри. На девяносто девять процентов мы духовные личности. И все зависит от того, насколько мы пускаем в свою жизнь Бога. И даже если это ребенок. Ну вот говоря об ошибках, еще кое-что хотела бы сказать. Когда мне было 15 лет, у меня были и не только, как вы знаете, такие, так скажем, тайные грехи, тайные вещи. Все начало выливаться наружу. Но у меня начались влюбленности, громкие какие-то слова. Но вот знаете, для меня в тот момент для меня все было максимально серьезно. Я максимально серьезно была уверена, что это серьезные отношения, что все вот так классно. Конечно же, этот парень ни одному из моих родственников не понравился. Возможно, это был какой-то мой внутренний бунт. Я не знаю. Но я была максимально уверена в том, что все, я с этим человеком. Вот мы горы, конечно же, свернем, поменяем систему. Опять же, вот эта двойная жизнь, то есть закрытость от родителей. Родители против. Я не могу с ними делиться, что там у меня, что за что я переживаю. Точно так же у меня была закрытость от моих наставников, потому что я понимала, ну как бы церковь, грех, так нельзя. Пока меня Даша напрямую не спросила, я ей ничего не сказала. Но потом, конечно же, думаете, я говорю, да, Даша, я понимаю, это неправильно. Думаете, я прекратила? Нет, не прекратила я, потому что я думала, это любовь. Мне такие слова громкие говорили, понимаете? Вот вы сейчас улыбаетесь. Мне тоже сейчас, конечно, смешно это вспоминать, но это правда. И что, проходит полгода, мы даже не здороваемся на улице. Я думаю, как? Как так? Я ради тебя там столько скрывала, там вот это все думаю. А ему что? Ну, ему вообще все равно. Это правда, да. Вот так вот было у подростков в церкви, понимаете? Просто потому что вот я была максимально закрыта. Вот такие вот ошибки глупые, допускала. Но как же выйти из этого всего? Первое место, с которого сегодня хотелось бы начать, это четвертая книга царств, вторая глава, девятнадцатый стих. «Жители города сказали Елисею, господин, как ты видишь, этот город расположен хорошо, но вода тут плохая и земля бесплодна». И двадцатый стих. Ответ Елисея. «Принесите мне новую чашу и положите в нее соли». Следующий стих. «Вышел он к истоку воды и бросил туда соли и сказал, так говорит Господь, я сделал воду сию здоровую, и не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия». И вода стала здоровой до сего дня по слову Елисея, которое он сказал. Что мы видим из этой истории? У города было хорошее расположение, но там была плохая вода. И пророк сказал взять соль. В Библии сказано, что мы — соль земли. Это Матфея, пятнадцатая глава, тринадцатый стих. И соль положили в воду, и она помогла этой воде очиститься. Что же такое источник? Источник — это то место, где мы находимся. Это школа, это университет, это наша работа. Это то место, где находится большой поток людей. Вода — это и есть вот эти люди, которые там находятся. Вода — это будущие лидеры, это пастера, это предприниматели, бизнесмены, которые находятся в школе. Школа, то есть она призвана делать людей-лидеров в разных сферах. Но сегодня мы ушли от источника. В школе нет молитв. Почему? Потому что сказали, это противоречит нашей конституции, мы молиться не будем в школе на уроках. Но что говорит статистика? Возросло количество абортов среди подростков. Если враг так сильно издевается над нами, над нашими детьми, то можете представить себе, насколько сильно Господь хочет взять соль, поставить ее к источнику, чтобы вся вода исцелилась? То есть как Бог хочет повлиять на ситуацию, которая сегодня происходит в мире? У него есть стратегия. Он берет соль его учеников, берет верующих подростков, верующих молодых людей и ставит их в самый источник проблемы. Зачем? Чтобы вокруг них поднялись новые ученики, которые повлияют на всю ситуацию в этой школе, которые повлияют на всю ситуацию на работе, и вся вода станет хорошей. То есть это стратегия Бога — исцелить источник. Все, что нужно от соли, это чтобы она была соленой. Все, что требуется от нас, это быть настоящими и искренними, и не притворяться. Нам навязывают всякие неправильные ложные теории, вы можете сказать, в университете. Но опять же, соли много не надо. Важно ее действие. Итак, сегодня мы будем говорить, как стать этой солью у источника. И первый пункт — сделайте свой духовный рост приоритетом. Бытие, 1 глава, 11 стих. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, придасящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так». 20 стих. «И сказал Бог, да произведет вода присмыкающихся, душу живую, и птицы да полетят над землею по тверде небесной». Естественная среда обитания для дерева — это земля, естественная среда обитания для рыбы — это вода. Что будет с деревом без земли? Его срубят, оно больше не будет приносить жизни, оно никогда не принесет никакой плод. Что будет с рыбой, если ее достать из воды? Она тут же умрет. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Если вы когда-то встретите человека, у которого больше ученых степеней, чем у Мартина Лютера, Блеза Паскаля, Исаака Ньютона, можете вспомнить это место из Писания и сказать, «Дереву нужна земля, чтобы выжить, а рыбе — вода». Поэтому, так как я сотворен по образу и подобию Бога, мне нужно быть в Боге, я в Нем нуждаюсь. Каждый раз, когда вы начинаете путаться, просто вспоминайте это место из Библии и смотрите на деревья и вспоминайте. Вот точно так же естественная среда обитания для дерева — это земля. Точно так же я должен находиться в Боге, в Божьем присутствии, в Его церкви. Знаете, от нас не нужно быть супердуховными такими людьми. Нам просто надо быть обычными, нормальными людьми. Но ваши друзья обязательно скажут вам, что вы ненормальные. Обязательно ваше окружение от вас отсеется. Он скажет, ты ненормальный, ты ходишь каждое воскресенье в церковь, ты не пьешь. Но считается ли рыба странной, если она не живет в воде? Считается ли дерево странным, если оно находится в земле? Нет, не считается. Что будет с рыбой, если ее вытащить из воды? У этого будут определенные последствия. Она умрет. Что будет с нами, если мы уйдем из церкви, если мы не будем иметь общение с Богом? Точно так же внутри мы будем медленно умирать. Сегодня также количество самоубийств у подростков находится на пике. Почему? Потому что они теряют смысл своего существования. Зачем существовать, если ты не знаешь, ради чего? Бытие 2 глава 15 стих. Господь взял Адама и поселил его в Эдамском саду, чтобы возделывать сад и хранить его. У Адама была определенная задача – возделывать сад и хранить. Адам рос духовно перед тем, как достичь каких-то высот, перед тем, как у него появилась Ева. Второй пункт – как стать столью. Начните читать Библию и служить другим людям. 2 Тимофея 3 глава 15 стих. «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою Иисуса Христа». Когда Павел встретил впервые Тимофея, хочу вам сказать, такая небольшая историческая справка. Знаете, сколько лет было Тимофею? Ему было около 20 лет, когда Павел впервые встретил Тимофея. Тимофей – это самый молодой пастор, если кто не знает. Ему доверили служение в одном из самых больших городов. Почему? Почему ему доверили такое служение? Почему Павел увидел что-то в Тимофее? Что он может взять ответственность за это поколение? Потому что Тимофей из детства знал священные писания. Он читал Библию, и он умел служить другим людям. Поэтому сегодня нам нужно последовать примеру Тимофея и стать действительно вот теми людьми ключевыми, которые смогут знать Бога, знать Его Слово и служить другим людям. Не просто ходить в церковь для себя, а влиять на тех, кто находится рядом с нами. Я бы хотела просто рассказать вам примеры некоторых детей из Библии, которые смогли повлиять на ситуацию. И первое – это сестра Моисея. Это была маленькая девочка, ей было меньше 12 лет. Но когда она увидела, как дочь фараона поднимает эту корзинку с Моисеем, она смогла повлиять на ситуацию, она нашла в себе смелость подойти к дочери фараона. Девочка, которой было около 8 лет, смогла подойти и сказать, я найду для тебя кормилицу, которая сможет скормить этого ребенка. И она привела к ней кого? Маму Моисея. Она привела к ней маму Моисея, и таким образом она сохранила жизнь своему брату, который впоследствии вывел народ израильский из рабства. Она повлияла на эту ситуацию. Вторая девочка, про которую я хотела вам рассказать – это служанка Неймана. Девочка, которую забрали в рабство, которую отняли у родителей, но которая тоже знала Бога. И не просто о нем слышала. В то время был пророк Елисей. И, возможно, родители как-то показывали служение Елисея, возможно, она видела. Но она знала точно, что на служении Елисея исцеляются люди, что он творит чудеса. И когда у ее господина случилась проблема, проказа, неизлечимая болезнь, эта девочка была ключевым человеком, которая подошла и сказала, в Израиле есть тот, кто может вам помочь. Это пророк Елисей. Вам нужно отправиться туда. И эта маленькая девочка была ключевым звеном в этой цепи. Эта маленькая девочка повлияла на эту ситуацию. И последний пример из молодых людей, которые влияли на ситуацию, это, конечно же, наш Иисус Христос. Можно сказать, Иисус начал свое служение в 30 лет. Но нет. Уже с 12 лет что делал Иисус? Он сидел в храме, и Иисус проповедовал. Часто, я помню, я тоже как-то внутри себя оправдывалась, ну Иисус, вот он какой взрослый был, вот тогда он проповедовал. Но уже с 12 лет Иисус находился в храме и проповедовал. Помните статистику, что дети начинают делать с 12 и с 11 лет? Если так сильно враг хочет уничтожить, постромить, то насколько сильно он хочет взять и использовать нас, чтобы мы стали солью действительно в этом поколении? Аминь. Потому что как будет в последние дни? Бог и зальет на сыновей, на дочерей, и будут пророчествовать, будут видеть видения. И старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. Поэтому все, что нам нужно, Дух Святой, Он будет нас использовать, если мы поставим Бога на первое место в своей жизни, расставим правильные приоритеты, начнем читать Библию и будем служить другим людям. Третий пункт. Как стать солью? Надо остерегаться увлечений, которые отвлекают нас от Бога. Дьявол, он по-настоящему постарается использовать ваши увлечения, чтобы отвлечь вас от Бога. Поэтому нельзя позволить тому, что вам нравится, разрушить ваши отношения с Богом. Это неплохо, если у вас есть друзья. Это неплохо, если вам начинает кто-то нравиться. Просто будьте открытыми и прозрачными. Говорите об этом со своими наставниками, со своими служителями. Они вам обязательно подскажут, что делать в этой ситуации. Представьте себе. Все, окончен путь, жизненный сценарий сыгран до конца. Мы встаем перед Богом. И Он не спросит нас за то, как я строила отношения с другими людьми. Я имею в виду, что никто не сможет встать там и сказать, ну Люба, она была такой хорошей подругой. Пожалуйста, Иисус, не отправляю в ад. Для Бога все, что Его интересует, это то, как я строила отношения с Ним. То, насколько я была близка к Нему. Последний пункт, который сегодня хотелось бы вам рассказать. Не верьте лжи. У Адама с Евой до определенного момента все было хорошо, пока не появился третий персонаж, пока не появился змей, который заставил их усомниться в том, что говорит Господь. Наша задача не сомневаться в Боге. Даже если мы споткнулись, даже если мы упали. Я много раз падала, я много раз косячила, но я понимаю всегда то, что в церкви, пока я здесь нахожусь, здесь есть вот эта милость, что я могу прийти покаяться и все исправить в своей жизни. Поэтому нельзя верить лжи, что ты не будешь принят, что Бог отвернулся от тебя и больше не любит. Бог всегда вас ждет. Нельзя верить лжи, что мы какие-то маленькие и незначащие. Нельзя верить лжи, что ваша семья никогда не спасется. Нельзя верить лжи, что Бог не сможет вас использовать и сделать солью у источника в этом поколении. Исход, 13 глава, с 11 по 16 стих. О чем здесь говорится в этой истории? Это люди, которые как раз-таки только вышли из рабства, из Египта. Что сделал Господь? Господь призвал всех первенцев, чтобы они вошли в священство. То есть первенцы кто? Первые рожденные люди в семье, которые получали все благословения, чтобы они вошли в служение. Все, аминь. Господь призвал всех первенцев, все служителя, все самые лучшие, самые классные. Но проходит совсем немного времени, и мы можем видеть, что эти самые первенцы сделали золотого тельца. И что сделал Господь? Через Моисея. Моисей сказал, тот, кто сейчас готов служить Господу, поднимите руки и подойдите ко мне. Подошло одно колено Левина. Первенцы не подошли. И с этого момента Господь заключает завет с коленом Левина. Что он делает? Он доверяет им всю скиню. Он доверяет им служение. Они теперь могут переносить ковчег. Они могут быть левитами. Бог поднял лидеров среди тех людей, кто отозвался на его призыв сначала. Он избрал первенцев. У него были избранные люди. Но они пренебрегли этим служением. И потом, что сделал Господь? А теперь кто готов? Кто готов служить мне? Поднялись новые лидеры. И сегодня, что мы видим? Мы живем в Новом Завете. Господь сегодня восстанавливает служение первенцев. Иисус Христос — это первенец из мертвых. Его церковь — это церковь первенцев. Он восстанавливает сегодня служение как раз-таки через нас. И мы можем находиться так же, как находилась эта колена Левина в народе. Мы можем как бы находиться в израильском народе, который как бы, вроде бы, они вышли из рабства. Вроде бы церковь, в ней прощены все грехи, они не в рабстве греха. Но мы можем так же сами в себе разделиться, где будут те люди, которые последуют за своим комфортом, за своими идолами, за своими приоритетами. И те, кто скажут Иисусу «да». В Откровении 2.4 написано про эфесскую церковь. «Я имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. И если ты не покаешься, то я сдвину твой светильник». Это обращение Бога к ефесской церкви. Знаете, раньше город Ефес был очень большим и значимым. Но сегодня, если вы туда поедете, все, что там осталось, это какие-то исторические памятники. Ранее это была христианская территория. Впоследствии светильник был сдвинут. Это стало мусульманство. Все, что там сегодня, это на самом деле старинные храмы, какие-то памятники прошлого. Но знаете, что потеряла эфесская церковь? Когда-то они искренне любили апостола Павла. В Деянии, в 20 главе написано, когда Павел прощался со священниками, эфесская церковь плакала. Они все вышли, они обнимали его, они падали к его ногам. Они так сильно любили Павла. Павел поставил там нового служителя и покинул их. Но они так дорожили им. У них была эта первая любовь к своему священнику. Но потом мы можем читать, как Павел пишет, все оставили меня. Давайте мы сегодня не будем теми людьми, кто оставляет Бога, кто пренебрегает его призывом. Потому что если мы говорим сегодня нет на его служение, Бог обязательно найдет того, кого поставить на его место. Это мы можем видеть, наверное, всегда. Всегда в церкви есть что делать. Но если я говорю нет, ничего страшного, Бог не заставит меня что-то делать. Но найдется тот, кто займет мое место. Аминь. Сегодня наше послание было призвано вдохновить вас, служить и показать какие-то практические шадьги, как быть теми людьми, которые могут повлиять на ситуацию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. Спасибо. Субтитры Алексею Дубровскому.